Привет! Это канал Как Продать. Меня зовут Дмитрий Морозюк и сегодня у нас в гостях Роман Глубаковский. Роман, привет! Добрый день! Роман преподаватель, брокер и страйкболист. Хотя по его костюму так и сегодня не скажешь. Но сегодня в Петербурге весна. Почему мы сегодня встретились с Романом? Потому что примерно год назад видео именно с ним оживило мой канал. В этом видео мы обсуждали ошибки в инвест-переговорах, то, как неправильно приходят потенциальные предприниматели, ну или уже работающие предприниматели к инвестфондам. Обязательно посмотрите это видео, много полезного. А сейчас на канале новый формат. Этот формат называется «Где здесь бизнес?» И как гласит, ну, наверное, главное правило оффлайн-бизнеса, оно гласит следующее. Локация, локация и еще раз локация. Поэтому в этом видео мы рассмотрим несколько локаций, попытаемся найти интересное им применение. И разным сферам бизнеса попробуем найти места, правильные для них, ну, в разных городах России. Роман, я забрал все твои слова? Именно. Да. Ну, твой взгляд на сегодняшнюю тему? Это самая недооцененная локация в городе. Ты уверен? Да, именно так. Вы можете после того, как вы поймете, что это такое и как это выглядит, нажать паузу и в комментах написать свою идею вообще, где мы находимся, что это такое и можно ли здесь вообще что-то делать. Как мы и обещали, у нас роман сейчас будет проходить, ну, вместе со мной, экзаменационную сессию, в рамках которой какие-то виды бизнесов обретут свои локации в рамках, ну, среднестатистического какого-то российского города-миллионника. Погнали! Груминговый салон. Груминговый салон. Да, это там, где стригут животных. Это спа-зона для животных. Ну, я бы расширил бы тогда сразу локацию на трехсоттысячные города средней полосы и города от шестидесяти тысяч, либо это спутники Петербурга, Москвы, Краснодара, Сочи и нефтяных городов. Да, да, да. Это тоже играет роль. Сейчас важен истоковый, сколько у тебя населения, сколько у тебя доходность населения в конкретном квартале. То есть я бы брал бы груминговые салоны и размещал бы их первые рядом с автомойками, пока моют твою машину, моют твои животные. Опа! Второе. Это спортзалы. Пока ты тренируешься, моют твои животные. Спортзалы, наверное, все-таки, ну, там, условно, не качалки, да, а какие-то дорогие. Я не очень понимаю слово дорогой спортзал, там, в рамках Петербурга, у нас дельта между самым дорогим и базовым, там, в два раза. Ну, два раза, два с половиной. Это не так много разницы, это не в 10 раз, как в Москве, или, там, в 20 раз. Поэтому я бы брал бы больше, посмотрел бы по аудиторию поддержанных иномарок около, и новых китайцев около парковки. Потому что кто-то может ходить в конкретный спортзал, потому что ему удобнее, привычнее, там его тренер, там его тусовка, там его любимый тренер по растяжке, или там нет никого в это время. Но это очень-очень нетривиальное решение. То есть, мне кажется, что классический собственник груминг-салона открывает, ну, в неком человейнике, да, он просто это посчитал в условном геоинтеллекте и такой, все. Я имею непосредственное участие к геоинтеллекту еще 15 лет назад, к разработке данной методики. И я могу сказать то, что неочевидно для массовой аудитории, должно быть, вы должны просто смотреть не по нише, то есть, груминговый салон, а по аудитории, которая живет. Соответственно, дальше это дорогое жилье компактное или дорога к дорогому жилью, если мы говорим о садоводствах и коттеджных поселках. То есть, например, трафик на моей даче машин по дороге между садоводствами больше, чем трафик на одной из улиц Центра Петербурга. Потому что там люди живут на машинах, а в центре живут либо пенсионеры, либо оршельники, как я. Ты очень прикольную тему сказал про, то есть, как определить платежеспособность количества китайских машин. Новых, новых, либо поддержанных на марках. Как это трекать? То есть, что, ставить, не знаю, там, человека, компанию, которая оценивает трафик и просто ходить считать количество новых тачек? Чем больше вы запаритесь, тем более же лучших данных вы получите. Я просто сторонник, ну, то есть, прям ручного подсчета, потому что это... Достаточно два будних и два выходных дня, отсеки, утро, день, вечер. Еще собачьи площадки и ветеринарные магазины. Двигаемся дальше. Так, я тоже теперь выкину, вытяну бильярд. Это история 95-го года, мне кажется. А кто-то сейчас вообще открывает бильярд? Как вы думаете, в этом пространстве, где мы сидим, будет бильярд? Ну, один из наших конкурентов был как раз бильярд. Чуть позже Роман скажет, где мы находимся, почему мы здесь записываем видео. Обязательно досмотрите видео до конца. Бильярд, ну, я бы честно вот сказал, что это все-таки аудитория старых спальников. Я не вижу экономики. В том-то и дело, я тоже ее не вижу, но у нас задание, нам нужно куда-то поселить этот бизнес. Я бы его поселил в старые, не сильно платежеспособные районы. Нет, я бы сделал по-другому. Я бы разместился в старых районах, где есть шоссе-загород, чтобы аудитория и районов, и дачников могла приехать. И там должна быть какая-нибудь еще свадебная история, банкетный зал. И вот один из этих обычных зданий, которые строятся самими. Один этаж – это кафе, масс-маркет. Продуктовый магазин какой-то? Возможно, продуктовый. Ну, скорее, я бы сказал про винотеку. Второй уровень – это как раз банкетник. И третий этаж – это бильярд, и, возможно, даже какие-то сауны, комнаты, что-то такое. Дорого-богато? Дорого-богато, да. Я бы смотрел в это. Это «Геленджик», это фильм «Горько». Это «Геленджик», это фильм «Горько», это вся средняя повороса России, это все нефтеносные города, и это все северные города, где холодно и скучно. Где нечего делать, на самом деле. Да. Мы не хейтим этот вид бизнеса, ну, то есть на нем тоже можно зарабатывать. Именно поэтому мы записываем такой формат, чтобы было понятно, куда этот бизнес можно... Как вариант – это шатры. Как делать теннисные корты и клинкобежные корты. Потому что здесь у тебя главная проблема – это цена аренды. Должно быть дешево. Должно быть никак. Ночной клуб. Формат, который уходит из жизни, потому что он ночной. Заменился рестобарами. Он заменился домашними лофтами, то есть когда арендуется квартира. Комнатками. Квартира арендуется, туда заказывается еда, елка, гуль, сой. Он заменился во многом... На самом деле выездными базами отдыха. Базами отдыха и выездами на дачу. Что такое ночной клуб? Это первое всего – это музыка, второе – это место знакомства. И когда у нас демография... Тиндер появился? Тиндер убил. Второе убило ночные клубы, то что премиальная аудитория пересела на машину и бросила пить. И третье – начинать тусовку в пол первого, когда путёж идёт в два. Ну, камон. Ну, как бы сейчас наоборот идёт тренд вставать в 6 утра. Это не вывезти. Я бы посоветовал как раз брать видовые локации в любой точке. Начинать вечеринки с 7 до 23. У меня, кстати, вот такая мысль появилась. Сделали же для казино некие там локации, ну, обособленные. Ну, мы сейчас говоримся о том, что Кронштадт нужно перестраивать в Лас-Вегас. Это единственная транспортно доступная с аэропорта и с Апсана точка, которая может быть изолирована. Короче, ночной клуб, ну, не знаю. Надо менять формат. Блин, пункт выдачи, всё очень банально. Как сейчас всё открывается, у них есть карта, у них я имею в виду, помоги мне слово, marketplace, да. Есть карта, на которой прям конкретно очаги выделены. Вот здесь будет хорошо, вот здесь плохо, вот здесь вот сюда нужно идти, сюда ходи, сюда не ходи. И как они делают? В супер хорошие понятные локации они заходят самостоятельно. В менее понятные локации заходят франчизи. Это, в принципе, нормальная вся история. Как везде сделано. Как везде, да. Я бы брал бы хорошие локации, я бы уходил бы в регионы, это станции метро, коттеджные посёлки и это автовокзалы. Вот эта ниша сильно недооценена. Кстати, не так давно я слышал, что количество домов чуть-чуть превысило количество квартир то ли по стройке, то ли по сдаче. 350 тысяч семей переехало из Петербурга в Ленопольск за 4 года. Вот тебе показатель. Да, да. И это люди, у которых есть машина и время твое ездить. Шиномонтаж. Казалось бы, опять-таки, всё очень понятно. Рядом с груминговым салоном низкого тела. Как мы уже поняли, да. Рядом с спортзалом базового сегмента. Шиномонтаж. Бензозаправки. Бензозаправки 100 пудов, да. Некоторые точки, где есть несколько пунктов выдачи и несколько магазинов. Слушай, мне кажется, на самом деле, что мне главное... Вот, мне удобно, что шинка располагается по пути от работы до дома. А ты, когда пока меняешь шину, что делаешь? Пока я меняю шину, мне нужно иметь возможность в комфортном месте, ну, в комфортном помещении с Wi-Fi посидеть 40 минут в интернете. Всё. Ну, кто-то любит залипать, там, не знаю, поиграть в PlayStation, там, посмотреть ТВ. Всё, мне больше ничего не надо. Вот самая большая проблема, то, что дорогое, комфортное стоит дорого по аренде. Отопление, коммуналка, электричество, персонал, хотя бы человек один в зале, один на баре. Это нет. Надо, чтобы люди сидели не у тебя, а у тех, у кого эти косты поширены уже с другими клиентами. Ну, то есть, условно, ТЦ. Да, малые ТЦ в районных центрах, так называемые, да. Или поворотах, или заправках. Чтобы ты мог чем-то заниматься, твой клиент занимался чем-то за чужой счет. Как сейчас выглядят, там, типа, ну, хорошие СТО, да? Естественно, ремзона и, типа, комфортная зона для покупателей, ну, посетителей, да? На самом деле, ты же можешь вообще убрать, оставить только стойку, ремзону, а всем клиентам говорить вот туда. Вопрос чека. Если у тебя низкий чек и высокий трафик, тогда да. Если у тебя высокий чек, ты можешь себе это позволить, потому что банально эти люди привыкли к тому, что у вас есть помощь. Ну, к такому подходу. Да, то есть, определить сегмент, да, куда ты бьешь. Продолжаем. Итак, в рамках данного формата, который называется «Где здесь бизнес?», мы с Романом Глубаковских вытаскиваем определенные бумажки с названиями бизнесов и говорим, где они должны, по нашему мнению, блин, тут кальянные. Ну, где делать кальянную? Во-первых, у них какая проблема? Это, ну, жилой фонд. То есть, им надо быть в неком нежилом фонде, но близко к хорошему, как они любят, там, премиальному некому ЖК. То есть, вот найти какое-то здание в неплохом качестве, с неплохой арендой, вот это идеальная для них история, сейчас классическая. Какие идеи есть новые? Это должно быть только коммерческое, отдельно стоящее здание, в котором есть фитнес-зал, СТО, груминговый салон. Что у меня тут еще было? Бильярд, да, пункт выдачи? Нет, это мои конвертики, потому что действительно, то есть, люди, которые будут ожидать свой предмет вожделения, будь это животное, будь это половинка в спортзале, будь это машина, им надо где-то находиться. Что-то поделать. Мне кажется, мы сейчас перейдем к тому, что либо это будет какое-то общее пространство, где есть зонирование, вот на там, все вот эти виды бизнеса, это по сути торговый центр. Это и есть современный торговец. Если у вас есть деньги, построите свой торговый центр и впихните туда кальянную, спортзал, автомойку, груминговый салон, винотеку, пару ритейлов и точек выдачи. И тогда это будет точкой у дома, но с занятием. И хороший ресторан, где можно и детей отдать в какую-то комнатку, но потусить, да? Хороший ресторан, там нет детей, поэтому давай хороший семейный ресторан. Хороший семейный ресторан. Это большая разница. Для разных потребностей, ну, кроме поминальных залов. Вот, кстати, был на открытии крутой, крутого формата в пятницу, который, наверное, один из самых франчайзи пригодных форматов, который я видел за последние лет пять. В Питере. В Питере. В элитном ТЦ, там днём первая зона – это кофейня, там есть гастроном, то есть баночки всяких вкусностей, которые ты покупаешь редко, и там разница в 100 рублей, как бы она тебе с погодой не играет, потому что доставка дороже. Дальше зона винотеки, дальше зона банкетов. Ещё вот, если детей куда-то деть, там, постоянный детский сад рядом, там, частный, этого ЖК, поэтому зимний актуалин. Всё, у тебя есть и утренняя проходимость на десерты, и кофе, дневная проходимость на какие-то простые ланчи. Мамочки там, да, с собачками на тьме. Да, дальше у тебя проходимость вино, и дальше маленький банкетник, чтобы никуда не ехать. То есть общественная гостиная. Все форматы. У нас в Питере такого пока ещё нет, а вот у нас в Москве есть такой формат, это переделанные кинотеатры, я тебе рассказывал про них, в районные центры. На самом деле, они, когда открывались, открывались, ну, мне вообще не нравилось. Сейчас они начали переформатироваться, действительно становится место, где решается вопрос. Вот многие те вопросы, которые ты сказал. И фитнес, и там пункт выдачи, и как раз-таки есть условно там шоколадница, и есть какой-то ресторанчик, там, почему-то они любят грузинский. Ну, мне кажется, сейчас такой хороший тренд. Себес. Себес, да. И дома не приготовишь. Да, и на самом четвёртом этаже, там есть зона, где можно поиграть на стольный теннис, там есть зона, где можно там что-то, ну, провести какое-то время с соседями. Да. Мне кажется, что про что мы говорим. Это кондоминиум для бедных. Кондоминиум – это закрытые ЖК, где всё есть, и нужно выходить. Причём площадь небольшая, и вот такие какие-то очень соседские арендаторы. Кайф. Производство одежды. Я вижу четыре варианта. Вот это у нас есть задать вопрос, чего вы бьётесь. Первое – вы продаёте свой стиль, то есть это значит должен быть шоу-рум и должна быть стеклянная стена, где рядом люди шьют, что это было видно, что это сделано здесь. Вторая часть – ты бьёшься за мелкосерийку, тогда это ты должен быть в городской черте в дешёвом районе, неважно ничего, тебе приезжают раз в месяц, забирают партию. То есть, когда скорость и качество важнее цены и сроков поставки материала. По сути, там улица Софийская. В Питере это Софийская, и это Болты Нарвская. Да, да. Абсолютно. Третий вариант – ты делаешь сборку из комплектующих, которых есть. Вот, например, у меня вот здесь аппарат, одна швейная машинка и кнопочная станция. Это подстёжка под мой плащ, которую я таскаю на полигонах, потому что она очень круто сделана для полигона. То есть, у тебя есть сборка. С тройбольного полигона. С тройбольного полигона. То есть, история про то, когда у тебя должен быть дешёвый склад и удобные подъездные пути. Ну, и четвёртый вариант – ты идёшь в себестоимость. Я считаю, что при нашей плотности население это практически нецелесообразно, если это только там не какая-то очень узкая нишевая история, тяжёлая. Там, валенки. А так, всегда найдётся юго-восточная страна или южная страна в мире, которая пошевеет, пошьёт гораздо дешевле. Но это не значит, что нельзя шить и не надо шить. И сейчас можно с помощью маркетплейсов запускать свои бренды. И, кстати, много, по-моему, я понял. Находится производство в Калмыкии, потому что там 1% налога. И подобное производство, которое находится в Оренбурге, потому что ткань идёт из Китая. Так, последний форматец. А вот, кстати, бильярд тут сам надо выкинуть. Всё, бильярд выкидываем. Но если вы любитель бильярда, это не значит, что вам нужно выкинуть его из своей жизни. Продолжайте играть на бильярде. Строй товара. Мне очень понравилась модель одного бизнеса, который заходит на самой, условно, первой сданной квартире в Большой Человинник. Открывает маленькую точку выдачи, не делает там ремонт, берёт высокие потолки, чтобы максимально всё подвешивать. Это стратегия караута, переработанная в современный микроформат. И условно говоря, когда остаётся 10 квартир до сдачи, он говорит, пока расторгает договор аренды и куда переходит через дорогу в соседний Человинник. Там хорошая маржа, скорее всего, потому что, блин, мне зачем ехать в Леруа, вот я схожу сюда. Он знает всех соседей. Ну это кайф, ты приходишь уже, и на каждую позицию ты можешь переплатить легко 50 рублей без проблем. Я думаю, там надо брать даже больше, потому что стоимость доставки в среднем 150-200 рублей. Короче, я верю в эту историю. Согласен. Строй товары, где ещё? Ну, понятно, ну, блин, Леруа реально удобно. То же самое сделается рядом с дачами. Короче, друзья, все те, кто посмотрел это видео и получил какую-то пользу, пожалуйста, сообщите об этом нам с Романом. Не надо звонить нам ночью. Напишите это в комментах, поставьте лайки, колокольчики, подпишитесь на наши каналы и ждите следующего видео. Расскажи, пожалуйста, где мы находимся, почему мы здесь сидим, что здесь будет? Мы находимся в нашем с учениками бункере в центре Санкт-Петербурга, 2000 квадратов. Почему ты обучаешь учеников в бункере? Ну, мы делаем сейчас тактическую школу, школу детскую по гидроболу, это детский страйкбол, и тактико-медицинскую школу. Ну, это вот там, вот, тысяча, полторы тысячи квадратов. А здесь мы будем находиться, здесь будет винотека кальянная премиального сегмента со статуями, где будет хорошее действительно вино на юге города, южнее, там, обводного точно, это будет самое перспективное заведение. Будет называться банально бункер «Вино кальяны апокалипсис». Спасибо, что взял мою идею. Да, пожалуйста. И плойка этого формата, например, почему это интересно для весь бизнес? В том, что это абсолютно уникальный объект, который натянут на странного владельца. То есть этот проект работает только потому, что есть «Я люблю страйкбол», «Я люблю вино», «Я люблю хорошие лаунши». У меня есть предложение, друзья. Мне кажется, это неплохой тизер для следующего видео, которое будет посвящено конкретно вот этому месту, бункеру. Мы походим, покажем. Друзья, реально, это, блин, бункер. Это бомбоубежище. В каком году оно было построено? В конце 70-х недостроено. Поэтому мы его и получили в такой интересной. По сути, холодная война, да? Да, да. Кайф. Ждите этого видео для того, чтобы вы его увидели. Подпишитесь на канал, все будет здорово. Роман, спасибо огромное. Это был формат «Где здесь бизнес?». Пока. Субтитры сделал DimaTorzok